В музее Черкёха находится странный агрегат. Большая деревянная бочка, внутри массивные металлические шестерёнки, прожавевшие механизмы. Это механическая стиральная машина. Откуда в глухом якутском селе такое чудо техники? Искатели Якутии помогут найти ответ на этот вопрос. Черкёхский мемориальный музей – уникальный комплекс. Его начали создавать в 1977 году по инициативе писателя Дмитрия Кононовича Сивцева «Соорун Амалона». Музей стал грандиозной народной стройкой. Со всех концов республики везли уникальные старинные строения. Все здания были бережно разобраны, перевезены и заново собраны, и предстали в Черкёхе в своём первозданном виде. В дни субботников над воссозданием якутской истории трудилось до 400 человек. В рекордные сроки – в течение полугода. Черкёхский музейный комплекс был сооружён на берегу тихой речки Таты. Как и многие тамошние экспонаты, стиральная машинка с полуторавековой истории стала экспонатом музея благодаря щедрости одного из жителей Черкёха. Это старинный агрегат. Вот это старинная стиральная машина. 1880-х годов сделана. Это где-то за границей даже. Она вот работает, здесь бельё заматывает. Вот этими штуками она вот так крутит. И стирает. И выжимает вот здесь бельё. Сейчас такие тоже есть, в стиральной машинах-то. Крутит его, выжимает. А скажите, где она хранилась, как вы её обнаружили? Здесь, вот этот центр, вот этот дом, вот белый дом стоит. Там же была раньше больница участковая. Она переехала на новое здание. А нам дали детское санаторие, это здание, старик-то. А я вот амбар это чистил, эти все их мусора-то выбрасывали. Я хотел её выбросить, но подумал, что это такое. Здесь на музее тогда. Только догадываюсь, это здесь раньше-то полицейный врач работал-то. Это при советующем. Вот он, может, при варе. Он же вот человек, это раньше-то был тюмень. Это врач. Быть может, место, где была сделана находка, подскажет нам, какими путями и когда пришла в якутское село стиральная чудо-машина. Искатели Якутии отправляются туда вместе с сотрудниками Черкёхского музея. Пожалуйста, расскажите, что это за место? Вот через Алас, Черкёх, охотский трак проходил. Очень много интересных людей тут побывало. Здесь рядышком стояла школа, построенная в 1906 году. Это значит, говорит о том, что Алас, Черкёх, своё рождение получила именно здесь. А эта машинка, она была найдена именно здесь? Машина найдена здесь, но, к сожалению, вот видите, это клад только от этого амбара, да? Здесь в 1906 году открыт фельдшерский пунт. А в 1930-е годы эта лечебница развернулась как больница. Уже превратилось в образцовое медицинское учреждение. И есть такой достоверный факт о том, что в 1933 году в Черкёхе в этой лечебнице проводилось свыше 500 операций. В одно время, в 1930-е годы было, Серафим Кувачиков, Л.А. Прибыл сюда журналист, был молодой. И встретил тогда работающего здесь, в этой больнице, Григория Михайловича Кокшарского. И как раз в то время Георгий Михайлович давал ему интервью, да? У нас в больнице есть часы кукушкой, стиральная машина выжималкой. Наша версия, что вот эта стиральная машина могла и сюда доставить именно через врачебный фельдшерский пункт. Талантливый хирург-новатор Григорий Михайлович Кокшарский родился 8 февраля 1906 года в Хангаласском Улусе в семье священника. В 1920 году он поступил в якутскую фельдшерско-акушерскую школу, но вскоре ушел добровольцем на фронт. Сначала он боец части особого назначения, затем фельдшер первого добровольческого отряда под командованием героя гражданской войны Строда. В 1931 году Кокшарский становится главным врачом Таттинской больницы. В 1934-1937 годах Григорий Михайлович учился в аспирантуре на кафедре хирургии 2-го Ленинградского мединститута. А когда в далеком руднике или доежном поселке нужна срочная помощь больному, по первому вызову вылетают опытные врачи. Доктор Григорий Михайлович Кокшарский спас много жизни. Помимо врачебных талантов, Кокшарский был человеком практическим и рациональным. Он не стал бы приобретать для фельдшерского пункта дорогостоящую по тем временам механическую стиральную машину, когда катастрофически не хватало элементарных лекарственных средств. По всей видимости, машинка досталась больнице по наследству. А предшественником Кокшарского в Черкёхском лечебном пункте был еще один выдающийся якутский врач Прокопий Нестерович Сокольников. И вот, знакомясь с его судьбой, искатели Якутии натолкнулись на любопытнейший факт. Якутский врач был близко знаком с писателем Львом Николаевичем Толстым. В фондах нашего музея находятся очень ценные реликвии. Это поленные фотографии русского писателя Льва Николаевича Толстого. На фотографии изображен Льв Николаевич Толстой, сидящий в саду. Она к нам попала из Москвы, подарила эту фотографию к открытию музея Ираида Самоновна Клеорина, кандидат исторических наук. Она преподнесла Сурену Амаллану дар музею. И на фотографии была надпись. Дорогому Прокопию Нестеровичу Сокольникову на добрую память от Льва Толстого. Фотография была найдена в архиве семьи Сокольниковых и Ираиде Самоновне Клеориной передала внучка Константина Алексеевича Сокольникова в 1962 году. Как произошло знакомство Сокольникова с графом Толстым и чем была вызвана их дружба? Искатели Якутии постараются ответить на эти вопросы. Первый дипломированный врач из народа Саха Прокопий Нестерович Сокольников родился 1 июля 1865 года в Секичинском роде Батурусского улуса. В 1893 году Прокопий становится студентом медицинского факультета Томского университета. В 1896 году в Нижнем Новгороде открывается Всероссийская промышленно-художественная выставка. На выставке сибирским отделом заведует всемирно известный ученый-географ-путешественник Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Уполномоченным от Якутской области работает друг Сокольникова по гимназии Василий Васильевич Никифоров. Друзья добиваются через него приглашения Сокольникова из Томска в Нижний Новгород в качестве экскурсовода. Молодые якуты понравились Петру Петровичу, и он ходатайствует перед Министерством просвещения о переводе Прокопия Сокольникова из Томского университета в Московский. Так Прокопий становится студентом знаменитого учебного заведения. Лев Николаевич Толстой узнал, что в Москве заканчивает учебу по медицинской специальности Якут Прокопий Нестеревич Сокольников. И который собирается возвращаться в Якутии. Вот тогда он попросил пригласить его к себе, в свою московскую квартиру на Хауничном переулке, где и состоялась их встреча. И Толстой его просил сопровождать духоворов до места их окончательного назначения в Якутии. Встреча с Толстым произвела на Сокольников неизгладимые впечатления. Он стал, на Сокольников стал толстовцем. Он очень гордился своей дружбой с таким знаменитым писателем. И сопровождая духоворов, он все это время переписывался с Толстым. Известно, что Толстой помогал духоворам всем, чем только мог. Он отдал не только крупную денежную сумму, что было получено им за издание романа «Воскресенье», но и отправлял сосланным в Якутию братьям по вере все гонорары, которые приносили ему театральные постановки его пьес. Возникает вопрос, кем же были эти загадочные духоворы, за судьбу которых так ратовал великий русский писатель? Духобуры или борцы за дух являются русской религиозной сектой, которая появляется примерно в середине 18 века. Они отрицали церковь как институт, храм или храм Божий есть человек сам, отрицали почитание Христа, Бог в бревнах, Бог в ребрах, то есть в живом человеке, отрицали монашество, отрицали духовенство. Даже Библии противопоставили свою животную книгу, то есть книга жизни, которая являлась собранием псалмов, сочиненных ими же, и передаваемой из уст в уста. Царское правительство жестоко карало духоворов за их свободом мысли, и ссылает их сначала на юг, в Таврическую губернию, потом оттуда попадает уже Закавказье, это и Грузия, и Азербайджан. В основном они высылались как распространители русского земледелия, которые должны были создать постоянно русское земледельское население. Там, где земли пашут, то они должны были нести пограничную караульную службу набегов разбойников. Но духоборы отказывались служить в армии и демонстративно сожгли все оружие, которое имелось у них. Этот поступок еще больше вывел из терпения царское правительство, и они были наказаны тем, что из-за Кавказья их переселяют в Якутию. Якутская ссылка – это самая суровая ссылка, самых страшных преступников Российской империи до революции ссылали в Якутию. После того, как Лев Толстой вмешался в это расселение, в это дело, иркутские чиновники достаточно лояльно встретили первых духоборов. Они им помогали и даже помогли сесть на пароход известной иркутской купчихи Анны Громовой, которая многие духоборческие семьи проводила до Якутска. То есть духоборы были гонимы официальными властями, а передовая русская интеллигенция следила за их судьбою и всячески пыталась им помочь. И первым, конечно, среди интеллигенций был Лев Толстой. Начало-начал духоборческой веры – это непротивление злу насилиям. Собственно, то, что в них так, в этом учении, так ценил Лев Николаевич Толстой. Переписка Сокольникова с Толстым длилась с марта 1899 года по февраль 1901. И носила не только деловой, но и личностный характер. Большая ее часть была посвящена жизни духоборов и их семей. В 1899 году в семи номерах Иркутской газеты «Восточное обозрение» были опубликованы путевые заметки Сокольникова «Жены и дети духоборов». По предложению графа Льва Николаевича Толстого, 24 марта 1899 года я выехал из Москвы по Рязанской железной дороге навстречу партии духоборских жен и детей, едущих с Кавказа в Якутскую область. Как известно, года три тому назад в Якутскую область сослана была партия кавказских духоборцев за отказ от военной службы. Там эти сектанты, образовав колонию в 90 человек и поселившись на Усть-Нотаре, за короткое время успели обзавестись хозяйством. Несколько оправывшись на новой родине, эти духоборцы решили выписать своих жен и детей из Кавказа. Прождав лишние сутки на станции Козлов, я встретил партию в 41 человек. Едут 25 женщин, 1 старик и 15 детей от 3 до 7 лет. Партия, когда я приставился от имени графа Толстого, как проводник и врач, была, по-видимому, обрадована и даже тронута. Меня обступили кругом и то и дело раздавались голоса. Вы от дедушки, вас дедушка прислал, вы от графа, дай ему Господь Бог здоровья. Пришли начальник станции, его помощники, их супруги. Они тотчас же распорядились приготовить для партии постный обед, а детям роздали по яблоку и сдобному калачу. Картина была довольно умилительная. Отощавшие в 8 суток тряски, качки, а потом опять тряски, дети, более недели не евшие ничего сдобного и горячего, с такой жадностью принялись за эти яблоки и калачики, что и являлось невольное желание устроить им что-нибудь подобное. Шутка ли женщинам и детям сделать 11 тысяч верст от расстояния от Тифлиса до Ушнотера в Якустской области? Задача сберечь этих женщин и детей для свидания с их отцами казалась поистине трудной и сложной. Во время долгого путешествия Сокольников умудряется договариваться о помощи продуктами и медикаментами в населённых пунктах. Размещает женщин с детьми как можно комфортнее, насколько это возможно для ссыльных, и оказывает врачебную помощь. В Качуге появился у некоторых детей кровавый понос – дизентерия. Наиболее упорной оказалась болезнь 7-летнего мальчика, Фёдора Дымовского. Кормим его жидкой кашей и молоком, насильно раскрываем челюсть ложечкой и вливаем в рот глоток с закладком. Но силы не прибавляется. Мать за последнее время совершенно лишилась сна. После нескольких дней мучительного состояния для всех мальчик скончался. 4 мая около 3 часов пополудни. 31 мая, когда приближались к Якутску, пошёл снег. Тогда бедные женщины невольно восклицали – «О, какая страсть! Это время, снег!» «Наконец, 1 июня 1899 года, около 12 часов дня, мы прибыли в Якутск, где партию встретили мужья и братья по вере». Прокопий Сокольников был назначен земским врачом 4-го медицинского участка Якутского округа. И 1 апреля 1900 года впервые в Улусе открыл больницу. Говорят, что для её нужд была отправлена графом Толстым механическая стиральная машина. В благодарность за помощь, оказанную якутским врачом, сосланным духобором. А ещё говорят, что машинка была отправлена Сокольникову для личного пользования, поскольку избранница его привыкла к удобствам жизни. Но почему же об этом ни слова не сказано в переписке? Почему же ни словом в письмах своих он не обмолвился о присланной стиральной машине? Я не считаю, что стиральная машина, найденная в Черкёвской больнице, является подарком Льва Толстого. У нас нет никаких достоверных документов, подтверждающих эту информацию. Для того, чтобы расставить все точки над «и», обратимся к официальным документам, которые хранятся в Национальном государственном архиве республики. Лев Толстой знал о каждом сосланном духоборе. Об этом мы можем утверждать абсолютно уверенно. Мы обнаружили уникальный документ – письмо якутскому губернатору за подписью самого графа Толстого. В своем письме он просит оставить духоборца Якова Чагу в Якутске, а не отправлять его на поселение в далекую натору. Просьба великого писателя была исполнена, о чем и написал якутский губернатор в ответном письме к Толстому с уведомлением в почтение к его великому таланту. В Национальном архиве республики искатели Якутии нашли немало интересных документов, свидетельствующих о жизни духоборов в Якутии. Так в донесении от 1905 года сказано, что состоящие в депозите 945 рублей присланные колонии канадских духоборов отпущены духоборцам Веригину и Рылькову для передачи этой суммы всем якутским духоборам по распределительному списку. То есть связь духоборов, сосланных в Якутск, с собратьями по вере, живущими в Канаде, была очень тесной. Могли ли канадские духоборы в качестве подарка отправить своим единомышленникам стиральный агрегат? Восемь лет длилась якутская ссылка для духоборов. Они просили якутского губернатора пропустить их дальше в Канаду, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями. Но поскольку был царский указ, а их ссылка в Якутию, он поселил их на Тору. Это территория современного Усть-Майского областа. 26 февраля 1905 года уходит высочайшее помилование духоборам ссыльным в Якутии. В это время уже в Якутии проживало их 74 человека. Из них 71 человек пожелали уехать в Канаду. Накануне еще они получили от Петра Верегина помощь в 500 долларов. Это глава духоборов из Канады. И трое оставшиеся, по-моему, это, видимо, совсем старые люди, которые уже понимали, что не выдержат этого тяжелого, долгого пути в Канаду. Хотя, конечно, все хотели переехать. И замечательно, что переводчиком у духоборов во время их долгого путешествия в Канаду, после того, как они начали переселяться из Якутии, был старший сын Льва Толстого Сергея. В настоящее время духоборы расстелились в Канаде. Их насчитывается сейчас около 30 тысяч. И они сохранили, во-первых, русский язык. Многие говорят на русском языке. И многие прекрасно знают русский фольклор. Духовные песнопения сохранились очень хорошо. И я считаю, что было бы замечательно, если бы мы попытались проследовать вслед за духоборами и в Канаду. И посмотреть, какие же воспоминания о Сибири, о Якутии остались в творчестве духоборов. Наверняка такие факты можно найти. На крышке деревянного механизма по сей день ярко виден выжженный штамп, говорящий о том, что машинка была произведена в Америке. Даже указано, где именно – в Айдахо. Однако раньше путь из Канады в Якутию был не менее труден, чем из Грузии до Усть-Нотары. Рачительные хозяева не стали бы пускать деньги на удивительный, но дорогостоящий агрегат. Давно духоборы покинули Якутскую землю. Земский врач Прокопий Сокольников скончался от неизлечимой болезни в возрасте 52 лет в 1917 году. А стирально-выжимальная машина работала еще очень долго – до 60-х годов прошлого века. Ею можно пользоваться и сейчас. Вещи, они порой живут дольше людей и хранят память об историях и судьбах. Субтитры создавал DimaTorzok 밤 12 дн. Корректор А.Кулакова lamя бихинства Т�� 받아 fear тәки м ST тәкété